МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь 4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Отвязать дорожный сбор от техосмотра. Какими могут быть новые механизмы оплаты, поинтересовались наши корреспонденты. Спасенный и непокоренный Гомель отметил 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Недвижимость за 27 рублей. Это реально? О том, как неиспользуемые объекты с аукциона отправляются в новую жизнь. Воскресное интервью. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. Вопрос уплаты госпошлины за участие в дорожном движении уже несколько лет обсуждается на всех уровнях. Недавно этот вопрос на совещании поднял президент страны. Теперь о новом формате уплаты дорожного сбора дискутируют парламентарии. Своими идеями делятся эксперты и водители. Наши корреспонденты поинтересовались реальной ситуацией на дорогах и ознакомились с предлагаемыми вариантами решения проблемы. По информации областной госавтоинспекции, сегодня на Гомельщине зарегистрировано почти 515 тысяч личных автомашин. Причем только в прошлом году их количество выросло немногим менее чем на 2%. Как ожидается, до конца этого года техосмотр пройдут не более чем 100 тысяч авто. Реальную ситуацию на дорогах по большому счету не знает, наверное, никто. При подготовке этого материала наша съемочная группа посетила диагностическую станцию первого автопарка Гомель-Обл-Автодранса. Если еще 4 года назад здесь ежемесячно проходили осмотр до 1600 машин, то сейчас около 700. За 10 месяцев этого года проверили почти 7700 машин Гомельчан и почти 7% из них оказались абсолютно непригодными к эксплуатации. Еще 12 на дороге можно было выпускать только после устранения недостатков. Которые старые машины есть, страдает и хромает тормозная система. Ну, бывают рулевые наконечники, шаровые опоры. То же самое, то, что человек же сам не может проверить их. То есть нужно ехать на станцию. Ну, здесь мы вот им показываем, что нужно менять. Естественно, получают они карты несоответствия. Проблема упорного нежелания водителей проходить техосмотр связана с привязкой к нему дорожного сбора. Выдаваемая на станции так называемая карта соответствия документом, по сути, не является. В течение 20 дней ее нужно обменять на талон. Но сделать это можно только в случае уплаты госпошлины за участие в дорожном движении. Водители экономят. А на дорогах уже авто явно не украшающие наши города. В последнее время больше и больше появляется у нас на автомобиле и на дороге, которые ржавые, без каких-то элементов конструкции, бампера. Бампера привязаны там на всякой веревкой. И так дальше. Я не так давно был в одной из стран, соседних, в которой системы техосмотра нет. Так вот, видел автомобиль, фургон, в котором вместо задней двери использовалась быльца от кровати. Естественно, появление такого автомобиля на дороге престижа в стране не добавляет. Поэтому и задача, я считаю, гостехосмотра, системы техосмотра, чтобы не допустить этого. Исучение общественного мнения подтверждает. Необходимость участия в софинансировании ремонта и строительства дорог особых споров не вызывает. Их вызывает сам механизм уплаты. С 2014 года у нас действует так называемый дорожный сбор. Однако люди считают, что характер его взимания не учитывает интенсивность использования транспортного средства, а значит и интенсивность эксплуатации дорог. Сегодня одинаково платит и тот, кто выезжает каждый день, и пенсионер, который раз в неделю ездит на дачу. И мы не учитываем тот факт, что у нас идет самым, буквально с каждым днем, увеличение электромобилей. А они не пользуются в данном случае никаким топливом. Поэтому сегодня нужно уже смотреть на перспективу и, соответственно, принимать такое решение, которое бы действительно было экономически выгодным для государства и абсолютно приемлемым для разных слоев населения. Вопросы взимания дорожного сбора Ирина Довгала на этой неделе обсуждала в Гомеле в программе «Открытая студия» на радио Гомель+. Сегодня предлагается несколько вариантов, однако практически каждый имеет свои минусы. Среди наиболее распространенных включить госпошлину в стоимость топлива. Однако это обязательно приведет к его удорожанию и раскрутке инфляционных процессов. Еще один вариант – вернуться к системе, которая существовала до 2014 года. То есть отменить дорожный сбор в принципе и финансировать ремонт дорог из госбюджета. Но эксперты отмечают, это не лучший вариант. Во-первых, если дорожный сбор лишится источника дохода в виде прямых платежей белорусов, средств на уход за трассой станет меньше. Во-вторых, при финансировании ремонта дорог из бюджета снова рождается социальная несправедливость. Получается, платить за это будут и те, кто на машинах не ездит. Если человек не ездит никуда определенный период времени или использует только в осенне-зимний период, то для чего ему платить за весь год? Поэтому вот сейчас как вариант рассматриваются условно на год, на 6 месяцев, на 3 месяца, на месяц. Но при этом, если ты на месяц берешь и будешь оплачивать, то здесь будет идти, на мой взгляд, это действительно разумный вариант для того, чтобы это было в тот день, когда ты оплачиваешь, оплачиваешь до, условно, 25 мая, то до 25 июня ты спокойно ездишь, а не календарный день с 1 до 31. Поэтому вот в данном случае мы стараемся моделировать ситуации так, чтобы это было для человека, соответственно, удобно. В базу будет внесена информация о том, что срок действия этого разрешения только на тот период, за который уплачена госпошлина. То есть, например, он на 3 месяца уплатил. И владелец эксплуатирует автомобиль. Про истечение этого срока он уплачивает ту сумму, которую он считает нужным, информирует нас любыми методами. Это и личный кабинет на нашем сайте, это и обращение к нашему инженеру на любую станцию. Мы вносим, опять же, в базу ту информацию, срок увеличим на ту сумму, которую он оплатил. И последнее. Контроль за оплатой дорожного сбора. Здесь тоже предлагается несколько вариантов. Однако, как уверены в Белтехосмотре, ничего нового изобретать не надо. Пожалуй, единственное, на что стоит обратить внимание, организация более тесного сотрудничества между этим предприятием и госавтоинспекцией. Сейчас ведутся работы о предоставлении информационного доступа в нашу базу для всех органов. Это и госавтоинспекция, и налоговая, и юстиция. Вот у нас много запросов ведут от отделов принудительного исполнения наказаний. И сотрудник ГАИ может обратиться в нашу базу прямо с автомобиля и уточнить, уплачена госпошлина, на какой период. Ну и, естественно, надо установить уже ответственность за отсутствие своевременной уплаты госпошлины. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Евгений Макеенко. Новости недели. Первый областной центр, спасенный от вражеской оккупации. 26 ноября Гомель отметил 77-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Подробнее об этом и других важных событиях уходящей недели далее в обзоре службы информации. Память освободителей Гомеля и тех, кто поднимал его из руин 26 ноября, почтили у вечного огня и братской могилы советских воинов и подпольщиков. Здесь ветераны и молодое поколение возложили живые цветы к мемориалу. В ноябре 1943 года Гомель стал первым областным центром Беларуси, освобожденным от немецко-фашистских захватчиков. Тогда свою жизнь за его свободу отдали более 20 тысяч красноармейцев. Победу помогали приближать и партизанские соединения. Точку в сражениях бойцы поставили на берегах реки Сож. К празднику в Гомеле также установили мемориальные плиты памяти героев Советского Союза Дмитрия Пениськова и Григория Денисенко. В их честь в областном центре названы две улицы. Прием граждан позволяет выявить возможные пробелы или проблемы в реализации нормативно-правовых актов. Таким мнением поделился с журналистами председатель постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального Собрания Сергей Севец по итогам приема граждан в Рогачевском райисполкоме. Возможны ситуации правовой неопределенности, которая препятствует реализации законных прав граждан, либо создают некоторые препоны в оказании им помощи. Совет Республики является палатой территориального представительства, поэтому выездные приемы – один из важных элементов нашей повседневной работы, рассказал член Совета Республики. Во время приема были подняты несколько актуальных для региона и в целом для страны вопросов. Один из них касался совершенствования реализации в жизни указа номер 127 о возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда, который вступил в силу в июле. Актуальность документа и его применение связаны с вводом БЛАЭС. Возникли нюансы правоприменительной практики. Как заверил Сергей Севец, все обозначенные на приеме вопросы зафиксированы и взяты на контроль. На заседании Гомельского облсполкома обсуждали пути улучшения работы жилищно-коммунального хозяйства. Несмотря на снижение количества претензий к качеству оказываемых услуг, часть запланированных на этот год мероприятий реализована не полностью. В целом в жилищном секторе нет убыточных предприятий, а общая прибыль превысила 4 миллиона рублей. Однако ряд причин негативно сказался на реализации планов. Так, на благоустройство ушло всего около 40% необходимых средств. Выявлено наличие просроченных платежей за коммунальные услуги, особенно среди юридических лиц. При этом количество жалоб на коммунальные службы за качество услуг в этом году снизилось на 1,5%. Это плановый показатель. В ближайших планах областной ЖКХ до конца года открыть станции обезжелезивания в Добружском, Житковичском, Лоевском и Хоникском районах, продолжить замену инженерных сетей и усовершенствовать систему сбора и переработки вторичных материальных ресурсов. Заместитель председателя Гомельского облсполкома Владимир Привалов встретился с коллективом областного института развития образования. В центре внимания вопросы развития региона, социальной сферы, молодежной политики, профилактики коронавирусной инфекции. Так, в следующем году планируется закупить еще около 10 аппаратов компьютерной томографии для медицинских учреждений области. Часть останется в Гомеле, остальные отправят в районы. Сначала распространение ковидной медицины из областного бюджета выделено около 100 миллионов рублей. Что касается общего распределения бюджетных средств, 70% из них ежегодно идут в социальную сферу. Здесь Владимир Привалов также остановился на проблемах людей с ограниченными возможностями. В ближайшее время планируется, к примеру, создать специальные ресурсы в интернет-пространстве, где граждане смогут общаться с социальными и другими службами. Пилотный проект уже реализуется в Калинковичском районе. Раз, два, три, продано. На ноябрьских торгах в регионе с молотка ушло шесть объектов недвижимости. Среди них бывший детский сад в Рогачевском районе, здание клуба в Гомеле и гаража в Петрикове. Но самой узнаваемой недвижимостью торгов стал один из красивейших дворцово-парковых ансамблей белорусского полесья – дворец в Наровле. Для здания эта сделка – шанс на новую жизнь. По условиям продажи усадьба и земля на берегу Припяти могут использоваться для размещения объектов общепита или туризма. Что конкретно появится здесь, покажет время. Так почему же вторичка с торгов – выгодная сделка для развития бизнеса и приобретения жилья? Можно ли купить целое здание за 27 рублей? И как это сделать? О недвижимости с аукциона – наша традиционная рубрика интервью. Невостребованные объекты или иногда даже здания-призраки, безусловно, не украшают наши населенные пункты. Наталья Владимировна, вот эта работа достаточно серьезная и на протяжении долгого количества лет для государства, как понимают, далеко не первостепенно возможность заработать? Для государства заработать – это не цель. Государство ставит перед собой намного более значимые задачи. В первую очередь, это наведение порядка на земле, благоустройство наших населенных пунктов и, соответственно, чтобы такие, как вы говорите, здания-призраки не пугали окружающее наше население. Также целью государства является в работе с неиспользуемым имуществом – это эффективное его дальнейшее использование. То есть при продаже имущества мы что приобретаем? Это дополнительные источники дохода в бюджет, это новые рабочие места. Вы располагаете целой базой таких объектов. А вот интересно, как оценивается стартовая стоимость, с которой они идут на аукционы? На аукционные торги выставляются объекты недвижимости по оценочной стоимости. Оценочная стоимость – это та цена, по которой на сегодняшний день числится объект недвижимости в бухгалтерском учете организации баланса держателя. С учетом физического износа, с учетом всех переоценок и начислений и так далее. По тому фактическому состоянию, которое есть на сегодняшний день. Оценивается имущество бухгалтером предприятия, баланса держателя. Но впоследствии, для того, чтобы оценка была достоверной, наши специалисты комитета обл. имущества проводят экспертизу достоверности оценки. Либо специалисты гороисполкомов. Стоимость может варьироваться как в плюс, так и в минус. Вот интересно, до какой максимальной суммы доходили сделки? Вот один-два аукциона рекордсменов на вашей памяти. В последние годы это, скорее всего, стоимость не превышала 500 тысяч. За 350 тысяч белорусских рублей было продано здание по улице Тельмана Белтомыш-сервиса. За 150 тысяч рублей было продано здание на улице Ландышева. 250 тысяч – это была окончательная цена продажи бывшего кинотеатра «Юбилейный». Что касается районов, то, скорее всего, в городе Речице была продана целая производственная площадка за 400 тысяч рублей. И таких объектов немало во всех населенных пунктах. Наталья Владимировна, а вот если говорить о продаже объекта за одну базовую величину, сейчас это 27 белорусских рублей. Это не рекламный ход? Нет, это не рекламный ход. Это предоставленная государством льгота. С 2007 года каждый желающий может приобрести объект недвижимости на аукционных торгах за базовую величину. Каков процент сделок заканчивается действительно продажей объекта за 27 белорусских рублей? В среднем за год мы продаем 50-70% всех объектов за базовую величину. Но необходимо понимать, что окончательная цена формируется в результате торгов. Если на конкретный объект заявилось больше одного претендента, то эта цена, начальная цена продажи может значительно увеличиться. Кто-то из зрителей уверен, скажет, о, целое здание за 27 рублей, почему бы не купить, по-моему, по силам каждому? Но вот здесь все-таки, отвечая на вопрос, как понимаю, нужно сказать еще и об обязательствах, которые берет на себя покупатель. Когда покупателю предоставляются льготы со стороны государства, в виде продажи практически даром объекта недвижимости, то покупатель, я считаю, должен на себя взять тоже обязательства. Это обязательное условие, предусмотренное указом президента Республики Беларусь осуществление предпринимательской деятельности покупателям. Как правило, срок осуществления предпринимательской деятельности составляет не более трех лет. В этот период времени покупатель не имеет права распоряжаться данным имуществом. И, конечно же, в случае невыполнения этого условия он несет штрафные санкции. Это достаточно серьезные суммы, потому что это составляет разницу между оценочной стоимостью объекта и ценой продажи. И в завершение, я знаю, что деятельность комитета госимущества в нашем регионе действительно в качестве примера применяется сегодня в масштабах страны. Мы одни из лучших, кто работает по вовлечению в повторный оборот неиспользуемых объектов. И все-таки таких зданий меньше не становится. С чем это связано? Ну, я бы хотела сказать, что все-таки из таких зданий становится меньше. И если смотреть по площадям, я вам скажу не пару цифр и статистики. За 10 лет у нас уменьшилось процент неиспользуемого имущества в два раза. Он раньше составлял 5%, сейчас менее чем 2,5%. Объектов становится меньше, но объекты будут всегда. Ряд предприятий закрывается, реорганизовывается, присоединяется, слияние происходит предприятий. Поэтому объекты будут всегда, но с другой стороны, я считаю, это большой плюс для развития малого бизнеса. И такое подспорье со стороны государства в виде практически безвозмездного приобретения объектов недвижимости. И все-таки это не только здание под бизнес, но и под жилье. Вот чем вторичка с аукциона в плане приобретения жилья действительно выгодно отличается среди прочих вариантов? Да, действительно, мы продаем объекты недвижимости под жилье. В принципе, они востребованы. Мы продали за последних 7 лет более 140 объектов. Это примерно 15% всех проданных объектов. Что имеют покупатели, какие привилегии? В первую очередь, это цена. 27 рублей. За 27 рублей приобрести жилой дом. И вложив минимум средств для его ремонта, я думаю, что это шикарный подарок. Объекты, которые мы продаем, их практически можно и не реконструировать. Они, в принципе, подходят для проживания. Это бывшая школа, детские садики, библиотеки в сельских населенных пунктах. Мы прекрасно знаем, как они выглядят внутри. И иногда покупатели обходятся минимальными затратами на ремонтные работы. Плюсов действительно много. И все-таки о обязанностях, которые получает вместе с новым объектом покупатель, забывать не стоит. Спасибо большое за это интервью, успехов в делах и до встречи в эфире. Спасибо большое. До встречи. Мы продолжаем цикл сюжетов, посвященный лауреатам премии Гомельского облсполкома «Человек года». Сегодня речь пойдет о победителе в номинации призвания животноводе молочно-товарной фермы номер 2 коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Колпень-Агро» Лоевского района Ларисе Гунько. Познакомиться с ней на Лоевщину отправилась Светлана Князева. Коренная «Колпенка» – так называет себя Лариса Гунько. Потому что именно здесь, в деревне «Колпень», в 7 километрах от Лоева, Лариса Гунько родилась, окончила школу, устроилась на работу, вышла замуж, родила детей, дождалась внуков. Здесь же поняла, что значит счастье. Мне кажется, счастье – это чтобы было в семье все хорошо. Чтобы дети не болели, сами не болели. Не в деньгах счастье, деньги есть, деньги нет. Говорят, стабильность – признак мастерства. А когда мастерство оттачивается годами, как в случае Ларисы Гунько, то работа становится призванием. Лариса Ивановна с первого в своей жизни рабочего дня и до сегодняшнего на протяжении вот уже 17 лет работает животноводом. Хотя с обязанностями профессии знакома была еще до официального трудоустройства. У своей мамы она была первой помощницей на ферме. Сейчас стала правой рукой для заведующей МТФ. Пять лет я с ней работаю. За это время у нас ни конфликтов усилий никаких. Она по спорту, она будет отставить свое. Она будет отставить во всем свои вопросы. Она будет подсказывать где-то, что вот может так. Мы всегда вот, ну как-то приходим к одинаковому мнению. Аккуратность в работе, исключительная забота о здоровье телят, стабильные привесы, ответственное отношение ко всему, что делает. Благодаря профессионализму нашей героини, ответственности и добросовестности, сохранность молодняка на молочно-товарной ферме по итогам прошлого года составила 100%. Лариса Гунько не только любимая мама и теща, но еще и бабушка. Показателем дружности и любви друг к другу в семье Ларисы Гунько является то, что все члены семьи живут в одном доме. Вместе им не тесно, никто никем не тяготится. Наоборот, их дом не покидает веселье, всегда найдется с кем поговорить и поработать толокой. Всем родным Ларисы Гунько есть за что сказать спасибо самому родному человеку. За воспитание, как воспитала, что всем помогала, что ни в чем не нуждались, что она выкладывалась, она давала все детям, детям, детям и детям. У нас мама самая лучшая, мы ее любим очень сильно. Бывает строгая, конечно, не без этого, но самый золотой человек, который есть, это, наверное, мама. За многолетний добросовестный труд в отрасли сельского хозяйства и достижение высоких производственных показателей Лариса Гунько не единожды награждалась дипломами и благодарностями Лоевского райисполкома. Народ не зря придумал пословицу «Где родился, там и пригодился». Она актуальна и в случае Ларисы Гунько. Ведь, как показывает жизнь, человеку не обязательно покорять другие города и страны. Можно с таким же успехом совершать и на родной земле добрые дела, дружить, любить, растить внуков и просто быть счастливой. Светлана Князева, Сергей Лукашук, Новости недели. Несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, люди по-прежнему тянутся к искусству. Так, например, эта неделя была насыщенной для любителей музыки. Ценители классики могли насладиться музыкой Шопена в исполнении Гомельского симфонического оркестра. А тех, кто любит более зажигательные хиты, ждало очередное выступление эстрадно-симфонического оркестра имени Василевского с программой «В стиле рок-2». Об этих и других культурных событиях недели расскажет Анна Корольчук. В поисках Шопена день рождения известного композитора и пианиста в Гомеле отметили концертом симфонического оркестра в колледже искусств имени Соколовского. Два века подряд весь музыкальный мир пытается раскрыть секрет невероятно проникновенной игры польского романтика. В честь его 210-летия прозвучали два потрясающих фортепианных концерта. Солистками в них выступили приглашенные пианистки Айрис Шадрина и Юлия Ермолаева. Это выступление закрыло четвертый форум классической музыки от Гомельского симфонического оркестра. В ДК «Железнодорожников» зрители ждала уже ставшая легендарная программа в стиле рок-2 от эстрадно-симфонического оркестра имени Василевского. По многочисленным просьбам артисты решили исполнить на бис старый добрый русский рок. Музыканты дали возможность не только погрузиться в лучшее, проверенное временем хиты, но и принять активное участие в их исполнении. Ведь в русском роке помимо звуковой фактуры важны слова и смысл, заложенные создателями. Ария, парк Горького, кино, бидва, чаев, ДДТ, ночные, снайперы, Ленинград и моральный кодекс. Их песням уже исполнилась по 20-30 лет, но они все так же любимы слушателями. Важным поводом для учреждения культуры стала годовщина освобождения Гомеля от нацистских захватчиков. Ей посвятили спектакль «Все глуши музыка войны», который представили на сцене молодежного театра. Сюжет повествует о судьбах гомельчан, сломленных Великой Отечественной войной. Актеры рассказывают о тех ужасных событиях словами наших земляков. Спектакль подготовлен с использованием архивных материалов, редких фото и видео, свидетельств разных лет и уникального музыкального оформления. А в Центральной городской библиотеке имени Герцена прошла презентация книги «Боевые дороги Григория Ильина» или «300 дней на запад». Автор издания Дмитрий Чернявский, редактор газеты «Гомельские ведомости», победитель национального конкурса печатных СМИ «Золотая литра». Книга является продолжением проекта «Гомельских ведомостей». Изначально читатели газеты знакомили с авторскими материалами в виде статей, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от фашистских захватчиков. Главный герой – Григорий Ильин. Это собирательный образ, который напоминает о героизме наших предков. Книга написана в жанре документально-художественного очерка и рассказывает, как бойцы Красной Армии «300 дней шли на запад», освобождая Беларусь. Визуальные образы героев на страницах книги воплотила театральный художник Екатерина Воронько. Ее акварельные иллюстрации можно увидеть в выставочном зале библиотеки имени Герцена. Анна Корольчук, Игорь Морищенко. Новости недели. И на этом у меня все. Мы встретимся в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. Спасибо за внимание и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова